Так, теперь будет ремонт мотоцикла. В прошлый раз вот так вот выдавил клинышек, то есть наружу совсем. Скорее всего ножки хана. Поэтому купил вот новую ножку. Сейчас будем менять. И также фару новую, тоже поменяем. Так, приехал вот на речку. Снегу много и следов нету. Так, сейчас буду доставать бур и проверю какой лёд. Но она пружённая, течения особо нету, поэтому лёд должен быть более-менее толстый. Но всё равно опасно на реке. А так вот, она такая вот заросшая. Когда не была пружённая, если бы она не была пружённая, то тут течение быстрое. И она бы сейчас просто текла, можно было бы ловить на летнюю удочку. Ладно, сейчас жерлицы расставлю. Если всё нормально, оставлю их на ночь. Может на лим клюнет. Также тут есть плотва, галавль. На удочке попробую половить. Но рыбу нужно будет искать. Вот, то есть туда расставлю линию жерлиц. В ту сторону, так сказать, на основных хомутах. Не знаю, но возможно клюнет что-то. Погнали! Лёд так-то более-менее толстый. Но течение не сильное. То есть везде кусты. Так что жерлицы придётся как-то ограничивать. Иначе если клюнет и начнёт мотать, то точно зацеп. И так же хотел показать. Тут тоже есть бобры. Опять всё рыбу распугают. Блин, снега навалило. То есть на полях вообще нигде снега нету. А тут как овраг получается. И поэтому нанесло снега. Но лёд мутный. До этого я ходил, тут был прозрачный лёд. Везде ветки от бобра. То есть он их под водой ест. И вот следы были. А так вот краями немножко видно, где погрызено. Сейчас я покажу. Вот тут вот у него, можно так сказать, делянка. Так, лёд вроде прочный. Вот этот грыз. Это, кстати, было этой осенью. Вот дерево свалил. Но оно вот туда упало, на другие деревья. Эх, он, наверное, расстроился. Приуныл. Тут вот тоже погрызено. Вот. Вот. Вот тоже свалил. И то есть примерно вот такие вот деревья повалены. Идут вот по всей реке. То есть грызено, повалено. Некоторые даже воду это утащил он. Ну, в общем, по первому льду было намного лучше видно. Но, к сожалению, я был без камеры, поэтому не снял. Даже интересно было. Ладно, расставляю жерлицы. А так вот такая вот речка. Такие вот обрывы. Такие вот обрывы. Обрывы так намного больше, потому что воды много. Глубина сейчас стала метр-два, возможно, три местами. А так тут очень мелкая. Даже при желании, если не была бы запружена, ее можно было бы перепрыгнуть с разбегу. Эту речку. Сейчас вот от той стороны пойду. Тут так более-менее места были. И буду расставлять в ту сторону. Там небольшие амутки были. И посмотрю. Тоже вот какая-то снасть торчит. Непонятно. Следы, наверное, кто-то ставил и забыл. Сейчас глубину проверю. В первом месте. Кстати, неплохая глубина по сравнению с 30 сантиметрами. Раньше тут ловили плотву. И просто смотришь, она подплывает. Ну, видно было. Вода чистой текла, но течение очень-очень быстрое. И поэтому замерзало только сильные морозы. А сейчас, блин, тут метр-два-полтора точно есть для жерлицы. Это вообще классно. Главное, чтобы рыба была. Надеюсь, что будет. На ночь я оставляю обязательно, потому что налим тут есть. Ловил я. И летом ловил на жерлице. И зимой тоже на жерлице стоял. Также купил стукалки. Блесны специально на налима со светлячками. Тоже попробую. Пока тишина. Клюешь, что ли? Своё. Давай, тащи. И вот так вот выгрызает. Ну-ка. Упадёт? Нет, не упадёт. Шатни. Ты не свалишь, ты, блядь. Сильно она съёмится. Не, крепко. Поэтому и не свалил. В общем-то, хотел сейчас ехать на реку на мотоцикле. Так как днём сегодня я поставил там жерлица. Но, к сожалению, происходит вот такая вот фигня. То есть, снег, а снизу лёд. И ездить практически невозможно. То есть, он шлифует, шлифует. А там горки есть. Если только ехать с кем-то, чтобы толкал. Ну ладно, тут идти недалеко. Сейчас попробую половить на лима. Думаю, клюнет. Возможно. Но жерлица всё равно оставлю на ночь. А так уже темнеет. Ветер начинается. И идёт снег. Мотоцикл, к сожалению, придётся оставить дома. В общем, что я хотел показать. То есть, на дороге вот такая вот штука. Сверху снег. А снизу лёд. И Урал вообще не едет никак. То есть, даже вот чуть травой берёшь. Всё равно он вот тоже лёд. Везде. То есть, в этом году снег выпал, растаял. И земля не впитала. Идёшь вообще раз пять, наверное, уже упал. И тут вот лёд. Везде лёд абсолютно. Так по прямой едет с разгону. А вот чуть гора. И сразу начинает его сносить. Просто моментально. Вот тут прям опасно идти. Так вот. Ладно. Тут пешочком недалеко. Сейчас, в общем, сначала надо жерлиц проверить. А потом уже буду пробовать ловить на Лима. Так сказать, испытать новые снасти. И тишина. Ещё пару вижу, тоже молчат. Неужели рыбы нет? Ещё две. Снег идёт. Погода вообще изумительная. Тепло. Тоже нет. Жалко. Ещё две тоже по нулям. Так, по железам пока тишина. Поэтому сейчас буду пробовать на улочку просто ловить. Может, вчера на не стемнело. Может, тут рыбы нифига нету. Но ловился раньше. Так, улочку. Вот все мои снасти. В общем, вот такая вот блесна на Лима. То есть, две колебалки. И просто, когда опускаем, они стукаются. Вот так вот, друг об дружку. Можно перевернуть эту. То есть, особо не важно. Вот так вот. И на крючок можно что-нибудь посадить. Также буду сюда прикреплять светлячок один. И попробуем. И также купил вот такую вот стукалку. На неё тоже попробую. То есть, он тут есть. Должен клюнуть. Ну и балансиры. Такие вот здоровые есть. На них тоже, может быть, попробовать. Не знаю. Надеюсь, клюнет. В общем, погнали. В общем, как так вот топорно получилось. Блин. Ну, вроде нормально должна так. Вроде светится. Под водой будет видно. И сейчас ещё сюда вот карасик подзенем. Небольшого. Прям целого. И буду пробовать искать на Лима. Целого не получилось. Поэтому вот как-то так. Не, не замёрзли донки. Глубина метр два. А когда не пружённая река была, тут где-то с метр было, не больше. Так вот постукиваю по дну. Если есть, то должен клюнуть. Может, ещё рано. В общем, покидал сейчас по нулям. Жерлицы сейчас оставляю на ночь. И уже приду проверю утром. К сожалению, пока, блин, тишина. Ладно, увидимся завтра. Рыбаки, здорово. В общем, ни одной поклёвки с утра на жерлице. По нулям. Опять на бобров свалю. Распугали всю рыбу. Но, блин, это странно. Не на удочку, не на жерлице. Ну ладно, ничего. Сейчас едем на пруд, где я летом ловил щуку. И там уже попробуем. Кстати говоря, там ещё и плотва есть. Так что попробуем половить и ту, и ту рыбу. Погнали. Надо будет морду открыть и закрыть. Грецкой. Вот это уже посерьёзнее техника, чем Урал. Надей, блин, тормозор не сигнал. Опа. Тут идей трот. Сейчас по мне подъедем. Тяжко. Тяжко. Тяжко, да? Тяжко. 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 Бак есть, значит, рыба есть. Если вам тяжко, я вообще нахуй молчу. Не май mãe китай. Лои! Мне очень сильно выключилось. Л석о. Л Sverik. Дождь! Тяжко. Рыба иди нахуй. Новый год! Иди. zhёс. Тяжко. нет он бород с мотаю вниз хлоп не выкрути его выкрути в и термине схлоп ладно выкручу побольше все папа окунь есть контакт такой товарищ но хотел бы все таки плотву вот красавец берем окуни берем еще один трофей второй экземпляр пошла жара и лунку от не прочищай прям палочкой тыкну они нам боятся бури вот так вот такая блесенка прям да вот недалеко от берега а жерлицы пока молчат дырочку и туда опускаем чтобы не пугать светом плотва первую блесну оборвала мормышку я перевязал а привязал куску лески оторванному и кинул в лунку и все две мормышки потерял есть контакт опа забагрил да забагрил они как-то что-то все стандартные да прям точно такой же точь-в-точь на живца не пойдет блин слишком большой опа еще один пошла жара я смотрю костики лежат надо пробурить значит тоже велика на живца на коленке сяду да буре небось успел успех под запись камеру успевать включить где-то два оборота на дно катушки вот такой живец конец то так я пойду тогда закину большой перекус погон совсем испортил 8 штук должно быть одного забрали больше нету чай ведро вон на старец упадет где рыба то ты мне щуку обещал привезу тебя да с уловом будешь я хуйно откуда ты ее делал вот видите давай открой там а вонюк а ты спец скилловые лошадки лошадь лошадь а катушка то в общем рыбы нету не клюет едем на другой пруд опять ставить в ночь если выйдем ползет ползет как бы самим не зарыться на заднем выручить войск едет не чует смотри залило все равно сли последу хочет рыбаки в общем с рыбалочки как-то не удалось объехали несколько прудов на реке ставил в ночь но к сожалению особо поклевок не было по мотоциклу и оказывается вся проблема была не в клинышке а в ножке вот купил новую за 500 рублей и теперь сидит она плотно ничего не удавливает и также пришла фара точнее лампочка для фары вот 200 рублей всего стоит на алиэкспрессе но к сожалению взял под нее такой переходник для старых ламп подашь 4 он почему-то тут не фиксируется и защелки защелка не хватает ладно ближе к лету буду дорабатывать если без него то так вот она тут шатается и даже пролетает защелка не хватает что-нибудь придумаю но все-таки надо будет ее так с переходником ставить как-то так жалко конечно ну что щука будет ловиться другая какая-нибудь рыба но очень плохо нажажется вообще поклевок не было там после ночи три выстрела по нулям ну и окунёк небольшой ловился и все буду ждать как говорится последнего льда ладно всем пока